У вас есть кухня? А на кухне холодильник с морозильной камерой, шкаф и полки? Тогда у вас есть тот набор продуктов, который вы всегда пополняете, когда идёте в магазин. Любопытно, но практически у всех этот набор одинаковый. Каждое утро, день и вечер готовятся обычные и одинаковые завтраки, обеды и ужины. Теперь всё будет по-другому. Дежурный по кухне. Для тех, у кого есть стандартная кухня и нестандартное желание готовить. Всем привет! Это я, Владимир Павлов, и я сегодня дежурный на кухне телеканала «Еда». Самая обычная кухня, которую можно встретить, наверное, у каждого в доме. Ну что здесь есть? Конечно же, есть холодильник с обычным набором продуктов. Есть вот такая прекрасная варочная панель. Оп, холодильничек закроем. Есть вот такие баночки у меня, где различные сыпучие продукты. Есть, конечно же, раковина. Есть, конечно же, духовка. Ну и вот такая вот кладовочка, где можно спрятать что-нибудь вкусненькое, если у вас есть дети, на верхнюю полочку – бац, и всё нормально. Но я сегодня пришёл не с пустыми руками. Я сегодня, как всегда, пришёл с чем-то интересным. И что же у меня здесь? Сегодня я принёс с собой стеклотару. Да, как говорится, сообразим на троих. Что же у меня здесь такое? А у меня здесь соевый соус. Раз. Соус терияки. Два. Кунжутное масло. Три. Заправка для корейской моркови. Четыре. И кусок хорошего парного мяса. Пять. Ну и как вы думаете, что же я буду сегодня готовить? Конечно, я буду готовить сегодня борщ. Нет, конечно же, сегодня будет не борщ. Сегодня будет замечательная азиатская еда. Я сегодня приготовлю шашлычки из свинины. Шашлычки терияки с прекрасным овощным салатом, который я заправлю вот этой замечательной заправкой для моркови по-корейски. Так что сегодня у нас будет азиатская еда. Для того, чтобы мне начать готовить, конечно, надо себя обезопасить. Защитить самое ценное, конечно. Сейчас. Вот. Ну что? Что могу сказать? Да, сегодня, на самом деле, очень хорошая программа для меня, потому что, не буду скрывать, я люблю сам азиатскую еду, тайскую еду, китайскую еду. Я люблю смешение вкусов кислого, сладкого, имбиря, чеснока. Понимаете, я люблю такую еду, которая бьет по рецепторам. Когда вы едите, и вам хочется насладиться вот этими запахами, да, когда очень пряная, вкусная еда. Поэтому сегодня, сегодня буду вас радовать вот такой замечательной едой. Но сперва что мне нужно сделать? Сперва мне надо подойти к холодильнику, наверное, и взять, конечно же, имбирь. Куда без имбиря, никуда без имбиря. Мне нужен чеснок. А вот у меня чеснок. Чеснок я прозевал. Чеснок у меня есть. Отлично. Итак, что мне нужно сделать? Первым делом нужно помыть мясо, конечно. Мясо принесло, смотрите, свежее, хорошее мясо. В данном случае я взял свиную шею. Очень люблю свининку. Посмотрите, какая свининка. И вы тоже посмотрите, какая свининка. Все посмотрите, какая свининка. Парное – хорошее мясо. Свиная шея очень хорошо подходит для данного рецепта. Потому что мясо не сухое. Достаточно жирненькое. Поэтому свиная шея... Ну, я думаю, что каждый наш телезритель, который смотрит, он знает, что свиная шея идеально подходит, если мы говорим про свинину, свиная шея идеально подходит для приготовления шашлыка. А здесь шашлычки-терьяки. Здесь все то же самое. Все, как мы любим. Только идет маленькими количествами и идет в замечательном маринаде. Поэтому смотрите, что я делаю. Я убираю вот такие жирные части. И... Ну, надо немного зачистить, да. И нарезаю мясо приблизительно где-то полтора-два сантиметра. У меня будет каждый кубик. Значит, смотрите. Смотрите, нарезаю вот такими стейками прекрасными, да. На самом деле, я вам так скажу, да, что если мы говорим про соус-терьяки, в котором у меня будут сегодня шашлычки, то по большому счету можно даже мариновать вот такие здоровые куски мяса. Грамм по 200. Будет замечательно. Вот. Поэтому здесь, на самом деле, уже как вам нравится. Но в данном случае у нас... В данном случае у меня рецепт. И будем его придерживаться. Итак, что я делаю дальше? Смотрите, здесь, в принципе, очень все удобно, потому что разрезаю кусок пополам. И, как я уже говорил, посмотрите, нарезаю вот такие вот кубики. В принципе, да, если вы хотите дома себя порадовать таким вот блюдом, шашлычками, да, то, мне кажется, это идеальный рецепт, потому что, в принципе, они готовятся очень быстро. За счет того, что кусочки мяса вот такие небольшие. Можно даже сделать еще их меньше. Соответственно, вы понимаете, да, Чем мельче вы нарежете мясо, тем быстрее приготовится ваше блюдо. Нарезал мясо. Вот такие у меня получились кусочки, достаточно немаленькие. Я теперь возьму лайм. Конечно же, да, пока я еще не испачкал свои руки. Лайм. И даже чили возьму еще. Ну, а что чили возьму еще? Захотелось мне... Что-то я заговорил с вами про остроту. Захотелось мне остренького такого. Сейчас я быстро что сделаю? Сполосну доску. Так. Все. Продукты идеально подходят к этому рецепту, потому что данная кухня, она предполагает использование вот этих продуктов. Они очень хорошо с друг другом сочетаются. Чеснок дает, конечно, превосходный аромат. Превосходный аромат и вкус дает имбирь. Остринку дает чили-перец. Нереальный запах дает лайм. Привкус лайма, да, его кислота, его цедра. Поэтому здесь вот такое вот азиатское направление, оно очень хорошо, все эти продукты будут очень хорошо вот сочетаться с мясом. Мне кажется, мясо порадовалось бы, да, сейчас, потому что, ну, реально, сейчас мы его будем просто так облагораживать. Поэтому чеснок. Чеснок просто, смотрите, давлю, и я не буду его мелко резать, объясню почему. Потому что если я его сейчас мелко нарежу, чеснок останется на мясе, я буду жарить мясо, и чеснок у меня просто сгорит. Поэтому для того, чтобы мне замариновать мясо в данном случае, смотрите, я просто раздавил зубчик чеснока, две штучки, и просто положил их вот целиком для того, чтобы мне было их удобно вытащить. Дальше, следующее. Имбирь. Смотрите, корень имбиря. Я очень люблю корень имбиря. Моя жена любит корень имбиря. Даже мои дети уже стали любить корень имбиря. Они любят корень имбиря больше, чем меня. Шутка. Очень хорошая вещь. Очень тонизирующая. Помогает справляться со всякими простудами и прочими-прочими делами. Поэтому имбирь и лайм или лимон, я вам честно могу сказать, должны быть в каждом доме. Если хотите меньше ходить в аптеку, вот, пожалуйста, вам. Натуральные продукты, которые помогают вам поддерживать ваш иммунитет. Итак, имбирь. Конечно же, имбирь. В данном случае имбирь, я даже не буду его чистить, он у меня мытый. Я даже не буду его чистить, потому что, опять же, я вам так скажу, да, я использую его для маринада. Смотрите, я нарезаю вот таким пластиком его. Нарезаю вот таким пластиком. И просто добавляю имбирь в свинину. С имбирем будьте аккуратны, потому что имбирь, в принципе, острый. Острый такой корень, да? Ну-ка, вот сейчас я... Да, если вы в чистом виде... О-о-о! О-о-о! Десна бодрит. Острый корень, поэтому с ним будьте аккуратны. Я сегодня делаю несколько порций. Я сегодня делаю это блюдо для себя и для своей очаровательной гости Маргарита. Я знаю, что Маргарита любит острое, любит пряное, поэтому я с имбирем расправился очень быстро и добавил его, в принципе, так. Хорошо. Но вы будьте аккуратны. Очень-очень острый корень. Дальше. Чили-перец. Ну, конечно же, чили-перец. Если вы мне сейчас будете поправлять и говорить, Володя, ну куда ж ты добавил имбирь острый? Сейчас ты еще чили-перец острый добавишь. Ты что ж ты творишь? Очкарик! Что ж ты делаешь? Я вам так скажу. У каждого продукта есть свой вкус, есть своя острота. У имбиря есть своя острота и свой вкус. У чили-перца есть своя острота и свой вкус. Я вам даже больше скажу, что у красного чили-перца своя острота и свой вкус. У зеленого своя острота и свой вкус. Простите меня за тавтологию, но так и есть на самом деле. Поэтому у каждого продукта своя остринка. Острота бывает разная. Она бывает сильная, она бывает слабая, она бывает вкусная, бывает не очень, бывает горькая. очень много оттенков. Поэтому чили-перец. Мой чили-перец. Мой чили-перец. Чили-перец, да? Смотрите, как вы знаете, вся острота в семенах. Семен здесь немного. Я, с вашего позволения, ну-ка. Ммм! А вот чили-перец-то, конечно, не чили-перец. Практически, да? Совершенно он не чили-перец, не острый. Бывают такие вещи. Бывают такие вещи, поэтому этот чили-перец, знаете, он такой на двоечку. На двоечку. Поэтому я добавлю еще его. Он не острый, честно могу сказать. С легкой остринкой, поэтому добавлю чуть-чуть. Дальше. Конечно же, соль. Конечно же, соль. Смотрите, крупная соль. Вообще, для мяса я вам рекомендую использовать морскую соль. Крупную морскую соль покупаете, засаживаете ее в такую вот штуку и начинаете измельчать. Потому что, если вы, смотрите, да, морская соль, она хорошо будет расходиться в мясе, даже если вы крупными кристаллами кинете. Но ни в коем случае не используйте крупную морскую соль в салатах. Потому что она у вас в заправке не успеет разойтись, и человек может просто прикусить вот этот кристаллик соли и может остаться без зуба. Поэтому с этим будьте аккуратны. Перец. Что касается перцев, конечно же, пряный, крупномолтый перец, который сразу раскрывается и сразу вам в нос. На, получай! Что вы? Что? Сразу захочется его съесть. Поэтому, смотрите, с перцем тоже будьте внимательней. Уделите перцу время, и он вас не подведет. Что последнее у меня осталось? Это лайм. Смотрите, лайм, лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут. Все, что вы используете в качестве цитрусовых, обязательно используйте цедру. Не выкидывайте цедру. Из цедры можно делать вообще великие вещи. Там содержатся масла эфирные, которые очень сильно ароматизируют вашу еду. В данном случае, смотрите, что я сделаю сейчас. Я возьму вот такую чашечку. Сюда кину лайм. И дальше, смотрите, что я делаю. И я ошпариваю лайм. Ошпариваю его. Знаете, почему? Как вы думаете, почему я ошпариваю лайм? А я вам сейчас расскажу, друзья мои, для чего я ошпариваю лайм. Дело в том, что все фрукты, они покрыты воском. И для того, чтобы этот воск убрать, нужно вот так, смотрите, немножко обдать его кипятком. Буквально минуту, да? Все, смотрите. И аромат у этого фрукта, он становится в разы сильнее. Просто весь дом наполняется ароматом ваших фруктов. В данном случае лайм. Теперь я беру терочку. Терочку, конечно. И натираю цедру. Она у меня не сгорит, с ней будет все нормально. Поэтому это, как говорится, да, у нас не чеснок. И натираю лайм. Мне этого достаточно. Конечно же, добавлю немного сока. Вот так, смотрите. Выжимаю сок. И в конце масло. Немного масла. Я вам даже больше скажу. В данных рецептурах еще используют сахар. Потому что в азиатских странах очень любят сладкое. Очень любят сладкое, острое. Кисло-сладкое любят. Поэтому сахар, он идет практически везде. Это, смотрите, вот я перемешиваю. Смотрите, какая красота у меня здесь получается, да? Шашлычок, но, что самое интересное, без лука. Вы знаете, что, да? Вот, ну, в данном случае, вот, это, конечно, может быть смешно звучать, но вот запах лука здесь вот он не нужен. Чеснок, имбирь и цитрусовые, все. Вот лук будет лишним, поверьте мне, да? Поэтому здесь лука у меня нет. Видите, вот такой вот необычный маринад. Посмотрите, какая красота. Видно вам? А? Посмотрите. А? Здорово же? Ммм. Вкусняшка какая, а, получилась. Ну что ж, мясо у меня замариновано, и теперь мы переходим к гарниру. Гарниру переходим, а именно переходим к холодильнику. Итак, у меня здесь все уже есть. А именно, что мне нужно? Мне нужен цукини. Раз. Мне нужна морковь. Два. И мне нужен вот такой белый овощ. Как вы думаете, что это? А? Это дайкон. Дайкон, это такой по две трети. Часто очень используется в японской кухне, потому что на этот дайкон выкладывают сашими. Сашими – это сырая рыба, сырые морепродукты. Вот. Ну и также очень часто используются в салатах. Ну, а, как говорится, чем мы хуже? Поэтому салат из дайкона, из цукини и из моркови. Сейчас я это все помою и, соответственно, покажу вам, что с этим я буду делать. Теперь, минуточку, внимание. Смотрите, у меня есть на столе вот такая вот штуковина, похожая на песочные часы. Посмотрите, значит, компания Гефу, немецкая компания Гефу придумала вот такой интересный аппарат, благодаря которому можно с легкостью приготовить овощную лапшу. Смотрите, как эта штука работает. Значит, что мы делаем? Берем, как я уже говорил, дайкон, вставляем его в отверстие, да, зажимаем. Здесь, видите, здесь специальная такая штучка, которая прокалывает, для того, чтобы удобно было держать. И, момент, и вот в эту миску, смотрите, что я делаю. Я беру и начинаю проворачивать, это, знаете, как точилка для карандаша. То же самое все, смотрите. И у меня получается вот такая вот лапша, представляете? Смотрите, как круто. Реальная настоящая лапша. Сейчас я натираю дайкон, смотрите, как карандаш. Вот такая получилась, смотрите, интересная штучка. Называется, называется это приспособление спирели. Спираль, спирели, очень хорошо, очень удобно запомнить. Можно выставлять, можно натирать как 2 мм, так и 4 мм. Получается вот такая, смотрите, замечательная лапша. Лапша из всего, что у вас сюда поместится, грубо говоря. Только, как говорится, берегите пальцы. Поэтому, вот, значит, вот это приспособление спирели от компании Гефу мне помогло сделать вот такую вот спиральку. Я сейчас дайкон отдельно замочу в воде, как я уже говорил, пока натираю остальные овощи, для того, чтобы ушел лишний запах. Мне нужна вода обычная. Смотрите, заливаю водой. И что самое интересное, например, если мы берем дайкон, да, он может пролежать достаточно долго в воде, в холодной. Главное, чтобы вода была холодной, главное, чтобы ее меняли. Все, с этим все в порядке. Дайкон я натер. Теперь, теперь дело за остальными овощами, остальные овощи я уже не буду замачивать. С ними все гораздо проще. Итак, что мы имеем? Дайкон. Дайкон у меня в воде. Здесь у меня, значит, цукини, лапша из цукини, лапша из моркови. В данном случае я хочу, чтобы у меня это был свежий, свежий салат, поэтому я буду эти овощи использовать сырыми. Здесь абсолютно ничего такого страшного нет. Для этого мне нужно что? Заправка. Конечно же, заправка. Заправлю я следующим. Я возьму кунжутное масло. Посмотрите, кунжутное масло я использую компанию Сенсой премиум. Как определить, хорошее это масло или нехорошее это масло? Ну, у компании Сенсой все хорошие продукты, да, я так по секрету вам скажу. Но, во-первых, конечно же, оно должно быть темное. Темное, насыщенного цвета кунжутное масло. Оно должно быть густое. кунжутное масло. Оно не должно стоить дешево, я вам сразу могу сказать. Кунжутное масло используется немного для того, чтобы придать аромат, придать привкус. У хорошего кунжутного масла у него очень сильный вкус, очень сильный, ну, вот как здесь, очень сильный запах. Поэтому, смотрите, вот добавляю вот столько и все. Этого вполне хватит. Теперь, следующее, что мне нужно? Можно взять оливковое масло, можно взять растительное масло. Я возьму растительное масло, ничего в этом страшного нет. Так, много растительного масла. И теперь, и теперь, последний штрих. Последний штрих, это вот такая вот заправка для корейской моркови. Вы меня спросите, Володя, ну ты что, ну, написано же по-русски для корейской моркови, а у тебя здесь и цукини, и дайкон. Ничего страшного, абсолютно, потому что я знаю эти заправки, я знаю, какого они вкуса, и поэтому можно любые овощи заправлять данными заправками. Теперь открываю его, смотрите, вот так вот, так, оп, и содержимое пакета я добавляю в свою миску. Смотрите, здесь уже надо смотреть по вкусу, смотрите, видите, здесь есть и густая часть, и жидкая. Я думаю, что знаете, как я сделаю, я добавлю еще ложку, и еще немножко. Отлично. Все, смотрите, да, то есть все специи, масла, ароматы, они в одном пакетике, вы просто добавляете, и у вас получается настоящая корейская закуска. Теперь, дайкон. Дайкон я сливаю в воду, как я уже и говорил, и добавляю дайкон, соответственно, к себе, вот в салат. Теперь аккуратно, смотрите, аккуратно я перемешиваю, можно даже помогать руками, ничего страшного. Только, пожалуйста, не кричите на меня за то, что я не использую перчатки. Вот не люблю я вот эту историю с перчатками. Я постоянно про перчатки говорю, что перчатки это зло. Понимаете, перчатки это зло, потому что повар, когда готовит без перчаток, он моет руки через каждые там 30 секунд. Он их протирает и моет. А когда человек работает в перчатках, вы задумайтесь только об этом, он этими перчатками уберет все, абсолютно. Он уберет и продукты, он уберет инвентарь, он уберет каких-то других людей, я не знаю, да? Поэтому здесь перчатки не очень хорошая история. Что могу сказать? Прошло 3 часа, и мы подведем итоги. Шутка. Итак, салат у меня уже готов, мясо у меня уже готово, теперь смотрите, шампуры, как меня поправил мой редактор, я говорил, шампура всю жизнь, 36 лет, а мне говорят, шампуры теперь, понимаете, сегодня, сегодня знаменательный день в моей жизни, новое слово выучил. Шампуры, вот такие вот шампуры, новомодные, крутые шампуры, поэтому вот на эти шампуры я надеваю свинину, свинину, хотя бы правильно это слово говорю, свинину, хотя как можно еще сказать? свинину, смотрите, кусочки, без всяких там овощей, без болгарского перца, знаете, как мы любим там, без лука, вот такие кусочки, смотрите, делаю, красивые кусочечки, такие вот, да, да, сегодня такая прям эстетика, эстетика прет сегодня, да, эстетика прет, потому что, знаете, как красиво все, добавляю, немного еще, вот кусочек, вот смотрите, вот такая получилась у меня элегантная шпажка, и вот таких шпажек я сделаю 4, это знаете, как у мушкетеров, а сколько у нас мушкетов 4, а сколько у нас шпаг 4, все, посмотрите, какая красота, все готово, смотрите, значит, осталось мне только что сделать, обжарить шашлычки, добавить к ним соус тарьяки, положить замечательный гарнир, взять свежую, свежую кинзу, свежую кинзу, кстати, я забыл про нее, и все, и у меня все готово, где кинза, вот кинза, говорю сразу по поводу зелени, да, сразу говорю, никакого укропа, никакого укропа, можно взять немного петрушки, но если вы эту петрушку, используйте вместе с кинзой, кинза здесь, трава номер один, поэтому кинза, конечно же, кинза, немного сполосну, оп, все, кинза готова, лишнее все уберу, теперь, дело за малым, сковорода, можно, конечно, да, для пущей, так сказать, вкусноты, и аромата, можно добавить немного кунжутного масла, кунжутного масла, жарить на кунжутном масле, конечно, дорогое удовольствие, поэтому на кунжутном масле не надо жарить в чистом виде, надо его всегда разбавлять с растительным маслом, смотрите, что я делаю, добавляю растительное масло, и добавляю немного кунжутного масла, все, итак, опа, вечеринка начинается, поехали, масло уже нагрелось у меня, и, смотрите, опа, какие звуки, а, слышите, скворчит, сковородулька моя, скворчит, и все, теперь мне что остается только, их обжарить, поэтому я оставляю их на одной стороне, для того, чтобы у меня была такая красивая, красивая ароматная корочка, поэтому надо просто немного подождать, и все, итак, процесс обжарки уже подошел к концу, свинина уже практически готова, там, на 90%, и теперь, самое главное, тддд, барабанная дробь, шашлычки здесь, а соус терияки у меня в руках, от компании Сенсой премиум, смотрите, терияки сладкие у меня сейчас, вот здесь у меня в руках, и я сейчас буду добавлять его, в конце, в конце обжарки шашлычков, я добавляю соус, смотрите, густой, густой, насыщенный соус, посмотрите, вот так я его добавляю, температуру сразу надо сделать поменьше, иначе у вас соус просто подгорит, можно добавить немного воды, чуть-чуть воды, для того, чтобы спасти всю эту историю, вот смотрите, и все, и теперь смотрите, что я делаю, теперь я карамелизую шашлычки вот в этом соусе, в соусе терияки, посмотрите, здесь есть все в этом соусе, все, что мне нужно, я возьму ложечку, для того, чтобы вот так вот удобно можно было полить, посмотрите, какая получается, карамель просто, отлично, сейчас она начинает прижариваться, и я аккуратно поливаю шашлычки, пока у меня обжариваются шашлычки, я подрежу немного кинзы, конечно же, кинзы, и кинзу эту добавлю я уже в конце, в самом конце я добавлю в мясо, остальную кинзу я оставлю на украшение, привет, 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 я смотрю, пахнет у тебя очень вкусно, ароматы идут прям, знаешь, за километр практически, вопрос у меня сразу, вот я кинзу, ну не очень, честно тебе скажу, вот ты сказал, что допустим, укроп точно нет, укроп точно нет, конечно, сюда не идет, а что еще, если не кинза, что это может быть? ну слушай, в данном случае можно взять, конечно, петрушку, ну да, петрушка, да, но ты понимаешь, да, кинза, она здесь играет, как говорится, из трав практически главную скрипку, то есть если не кинза, то лучше ничего? да, лучше тогда вообще ничего не использовать, то есть базилик, вот это все точно вообще никогда не будет? базилик, кимьян, розмарин, все, что я так люблю, сюда, сюда нет, нет, сюда я ни в коем случае бы я не стал добавлять, но это неуместно, ну ладно, я тебя поняла, хорошо, не, ну хочешь, я тебе сделаю без кинзы, нет, ну я хочу попробовать вот так, как это блюдо видишь ты, потому что, я так понимаю, что в тайской кухне кинза вот прям, да, 90% в блюдо, она видимо добавляется, конечно, тем более я кинзу очень люблю, ну прекрасно, я думаю, что может быть теперь и я полюблю кинзу, благодаря тебе, да, посмотри, у меня еще, смотри, шашлычки у меня уже готовы практически, единственное, что в конце добавили много сливочного масла, а зачем? сливочное масло, оно придаст сливочность и оно очень сильно смягчит вкус, поэтому здесь сливочное масло, я тебе могу так сказать, да, что рестораны, которые специализируются на приготовлении вот этого блюда, они практически 99% всегда добавляют сливочное масло, сливочное масло в конце, чтобы закруглить этот вкус, да, вот, поэтому смотри, что у меня здесь есть? кинза, это я уже поняла, кинзу я от тебя убираю подальше, да, я такая любительница, осторожно, а ты туда, в сковородку прямо, я думаю, ты будешь красиво блюдо уже посыпать, а посмотри, у меня есть уже все, немного кунжута, смотри, все, и посмотри, что у меня получилось, а? у тебя все прекрасно, здесь, кстати, тоже пахнет кунжутным маслом, я вот здесь уже учуяла аромат, да, ну, сегодня такая у нас с тобой азиатская вечеринка, так, это салат, салат, значит, я сделал его из сырых овощей, морковь, дайкон и цукини, я сделал из них вот такие вот спиральки, ты сделал спагетти из овощей, я так понимаю, посмотри, в итальянской кухне, у тебя такие здоровые спагетти, то есть если паста достаточно калорийный продукт, да, ну, все знают, мучное, там, бачка, все дела, а здесь у тебя прям, вот смотри, овощи, как должно быть, овощи, это же здорово питание, да, овощи у меня замаринованные, но при этом свинина, Вова, здорового питания не получилось, свинину-то все-таки ты пожарил, ничего страшного, ничего страшного, так, смотри, замариновал овощи, а в чем, слушай, все очень просто, я давал немного масла, и добавил готовую уже заправку для моркови, корейскую, а, то есть даже сам ничего не делал? Нет. Ну, ты лентяй сегодня. Ну, слушай, я тебе так скажу, да, на самом деле, если брать корейскую кухню, или брать паназиатскую, или азиатскую кухню, конечно, очень много времени нужно тратить для приготовления соусов. Ну, а как ты хочешь, ты же повар. А вот, ты представляешь, вот так ты идешь, например, домой, и вдруг, бац, у тебя перемкнуло, да, вот хочу сегодня лапшу какую-нибудь азиатскую, или салат, понимаешь, сейчас очень удобно, сейчас есть очень много магазинов, где можно купить вот такие готовые вещи, где уже люди сделали все за тебя. То есть ты просто берешь заправку, подготавливаешь те ингредиенты, которые хочешь сегодня замариновать, я там, конечно, ты представляешь, вот тебе надо, например, вот, например, да, шашлычки теряки, красота какая, смотри, если ты хочешь делать дома шашлычки теряки, это сколько тебе надо купить ингредиентов, это сколько тебе времени надо этот соус делать, для того, чтобы себе полакомиться вот такими вот шашлычками. Ну, я согласна, что проще взять готовый соус, как минимум, не брать готовые шашлычки, это совсем просто пойти в соседний магазин, в отдел уже готовых продуктов, готовых блюд и купить это все. Нет, нет, это вообще не интересно. А когда соус готовый, ну, действительно, не знаю, ну, наверное, вдвое сокращает время приготовления. Нет, ну, есть простые соусы какие-то, да, а есть сложные соусы. Но теряки ты считаешь сложным? Я считаю, это сложный соус, конечно, его правильно приготовить, это надо уметь. А ты умеешь? Я умею. Точно. Я делал, да, но в домашних условиях это тяжело, это неудобно, понимаешь? Вот в чем дело. Майонез, например, приготовить дома быстро. Блендер, 3-4 составляющие, бас, у тебя майонез готов. Я думала всегда, что теряки, ну, не знаю, минут, наверное, за 20 можно сделать. Правильно теряки делать, его надо делать очень долго, его надо очень... 3 дня и 3 ночи. 3 дня и 3 ночи, не спать, не есть, его надо выпаривать, на самом деле не все так просто. Так, лайм тебе зачем? Лайм, конечно, ты что, лайм, если тебе нужно еще больше аромата, если тебе нужно кислинку, потому что, как я говорил, теряки, он... К шашлычкам ты предлагаешь лайм. Да, он достаточно сладковатый, поэтому здесь лайм обязательно идет, лайм или лимон, мексиканская, тайская кухня, азиатская, да, здесь очень хорошо это все используется, и, соответственно... Еще кинзы. Конечно, ну, как ты просила. Ладно, клади тебе можно, придется съесть. Смотри, я кладу еще кинзы немного. Если хочется добавить, Поострее? Неожиданно захотелось поострее. Добавить, да, добавить перчинки, остринки, есть, знаешь, вот такая замечательная бутылочка, дай-ка вот мне ее тебе расскажу сейчас. Смотри, это вот она такая маленькая, можно подумать, что это капля для носа. Это очень, судя по названию чили, соусы очень опасные, капля для носа. на самом деле... Глаза тоже не надо, не советую. Глаза можно, да, если ты с утра не можешь проснуться. То ты уже не проснешься, Вова. Глаза закапал, и как бы все хорошо. Месяц свободен, наверное. Соус шрирачи. Шрирачи, шрирачи его называют, да, это очень острый, очень такой бодрящий соус на основе чили перца, там чили перец, чеснок, очень много составляющих, поэтому смотри. Так, подожди, давай, где моя тарелка? Очень нет, очень удобный соус для макания, в плане того, что здесь такой вот есть дозатор, ты просто берешь себе, допустим, добавляешь так вот, пару капель, оп, оп, но это есть не обязательно, да? Как будто бы это элемент декора. Нет, у меня, я тебе так честно скажу, у меня дома соус этот есть. Ты ешь его? Да, я ем. И семья твоя ест? Да, да, поэтому сейчас я приглашаю тебя за стол. Я уже жду, не дождусь уже, тут такие ароматы стоят, так, все, побежали тогда? Да, я думаю, что кинза все-таки, которая здесь присутствует, она не смутит тебя? Я думаю, что нет, кинза и кинза, ну, как бы, а чего нет? Потому что ты же мне доверяешь. Я тебе доверяю. Видишь, как здорово? Давай. Вот тебе без соуса, спасибо, а мне с соусом. А я хотела соусом попробовать тоже. С каким? С острым? Да. Серьезно? Ты так его расписал красиво, давай мне тоже сделай красиво. Давай. Так, Маргаречка, теперь я буду с тобой ухаживать. Давай. Для того, чтобы у нас сегодня вечер с тобой получился, я буду с тобой ухаживать. Смотри, значит, что мне нужно? Шашлык снимать с шампура. Это не женское тело. Ну, такие шампура здесь, шампуришечки, шампурилочки, я не знаю, как правильно называть. Шампур. Шампур, смотри. Вот тебе стоит. А, осторожно, ты уже в соус мясо положил. Вова, я не готова еще была. Маргарита, со мной ты будешь готова на все. Ты уверен? Да, даже на соус. Я думаю, что одного мне пока будет достаточно. ты себе тогда. Это ваша вилла. Спасибо. Ну, дело такое, да, смотри. А? Надо сразу, вот по-взрослому, начинать с мяса, или ты предлагаешь начать пока с овощей? я тебе предлагаю вообще просто попробовать все. Может быть, тебе что-то не понравится. А можно, да, вот, а если мне не понравится, можно прямо сказать, Вова, не очень. Нет, тебе нельзя. Ты должна говорить, что, Володя, все очень вкусно. Ну, я даже не знаю. Смотри, хрустящий салатик. Мари, можно попробовать, да? Смотри, вот так и лапшу прям как накручиваешь. Ну, я так. Я-то уже пробовал, я просто знаю, что это вкусно. А, ты уже пробовал? Конечно. А как я буду что-нибудь, не пробуешь ли? Ну, ты знаешь, в принципе, это похоже на морковку по корейски, которую чаще всего подают. Ну, очень много кунжутного масла, и оно перебивает этот вкус. Да? Смотри, значит, что касается лайма. А, подожди, подожди. Вот за твои слова лайм тебе в лицо. Я думаю, что я еще не готова к лайм, потому что кислинка мне нравится здесь, которая не салатик. Мне мало в мясе просто, я добавился немного. Смотри, Маргарита, я тебя учу, как правильно есть. Так, давай. Смотри, значит, берешь мясо, немного лайма на него. Точно? Да. А я хочу без лайма попробовать. Нет, нет, только с лаймом. Слушайте, это какая-то дедовщина. Я заставляю тебя. Я доминирую, да. Смотри, значит, теперь в соус, вот ты уже в соус правильно. Ты мне положил туда, хорошо. И теперь смотри, вот так, оп. И что? И все, вырви глаз. А соус-то ядреный такой. Вот сейчас чувствуешь уже, да, Азию. Я прямо уже чувствую, да. Очень вкусно, смотри, я овощичками. Ну, слушай, ну, я тебе могу сказать, вот ты говоришь, да, все ругаешь. Подожди, можно я мясо прожую? А ты слушай меня. Ты все ругаешь, там эти соусы в пакетиках, бутылочках, а вот видишь, смотри, раз-раз, у тебя полноценный обед в таком вот стиле интересный. Мне кажется, что это интересная идея, если ты хочешь приготовить что-то интересное, но при этом не тратить много времени, не провести полдня на кухне, то есть ты придумываешь себе шашлычки, придумываешь себе салат, но при этом на приготовление заправки ты не тратишь вообще ничего. То есть у тебя просто это все есть, есть шоу в теряйке, ты в нужный момент, но надо понимать, как с ним работать. Конечно, конечно. Я сегодня долго, очень упорно это объяснял, поэтому, видите, дорогие друзья, даже вот такой скептик, как Маргарита Ганчева, которая пришла сначала с одними мыслями, а сейчас уже в процессе поедания шашлычков теряйки с ними распрощалась, поэтому я вам рекомендую, если вы хотите действительно порадовать себя какими-то необычными кухнями, вкусами, ароматами, можно использовать готовые соусы и, соответственно, это будет ничем не хуже, чем, например, в каких-то дорогих ресторанах. Ну что ж, а я вам напоминаю, что у меня в гостях сегодня была обворожительная, прекрасная, голодная, голодная Маргарита Ганчева, моя коллега по цеху, да. А я вам желаю приятного аппетита, меня зовут Владимир Павлов, и это была программа «Дежурный по кухне».